Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно облачно. Местами снег, туман, гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 20. Температура воздуха ночью минус 10-15 градусов, местами минус 22. Днем минус 4-9, местами до минус 14. На дорогах гололедится снежный накат. В Черкесии преимущественно облачно, небольшой снег. Ночью туман, гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 15 градусов, днем минус 5-7. На дорогах гололедится снежный накат. Увидела свет книга под названием «Помним имена героев». Книга была напечатана решением редакционно-издательского совета Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Книга посвящена героям Великой Отечественной войны. Подробнее об этом проекте в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джезаевой расскажет ответственная за выпуск книги Диана Французова. Доброе утро всем. Доброе утро, Диана. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А поводом для нашей встречи стало то, что увидела свет книга «Помним имена героев», которую вы сегодня принесли. Книга напечатана решением редакции Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Вы ответственная за выпуск, насколько я знаю. Надо полагать, что книга о героях Великой Отечественной войны. Да, верно. Но, конечно, хотелось бы узнать какие-то подробности, конкретно о чем эта книга, о чем этот проект. Этот проект посвящается 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. А именно в этой книге мы отразили таких героев, которые защищали перевалы Кавказа. То есть Марухский перевал, Клухорский перевал, как шли бои на вот этих вот перевалах. И также мы постарались отразить... Сюда вошли герои, которые защищали свою малую родину. А как материал собирался? Ну, материал собирался очень нелегко. Также нам помогали при поиске материалов Зеленчугский комитет КПРФ во главе с его первым секретарем, депутатом Народного собрания Розой Абекировной-Черчаевой. Они нам помогали при поиске материалов, а также при выпуске. Ну, тут указаны конкретные фамилии. Да, тут указаны конкретные фамилии, имена героев. Также здесь идут их подвиги, какие подвиги они совершали, как они погибали на полях сражений и так далее. А какие годы включила в себя эта книга? 1941-1945 год, можно сказать. Вся война. Ну, я так понимаю, что это коллективный труд. Да, это коллективный труд. Кто редактор, редакционная коллегия? Да, редактором является директор Государственной национальной библиотеки Хабчаев Салхисусович. А в редакционную коллегию также входит, как я говорила, Зеленчугский комитет КПРФ, то есть Роза Убекировна Чудчаева и ее команда. Диана, скажите, пожалуйста, как люди могут ознакомиться с этой книгой? Ну, с этой книгой можно ознакомиться на сайте Государственной национальной библиотеки. Также можно прийти к библиотеку и тоже получить эту книгу и ознакомиться. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам успехов в труде. Спасибо. 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 Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на карачаевском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. Ветские меха. Субтитры подогнал «Симон»